Привет, народ! Сегодня мы начнем прохождение еще одной измененной карты в Spintires. Это, как вы могли уже догадаться, Холм. Очень сложная карта. И почему, сейчас попробую вам объяснить, друзья. Дело в том, что на карте внесены довольно серьезные и значимые изменения разработчикам. Так, например, теперь мы здесь не найдем масс, а из машин, которые реально можно использовать и которые реально могут везти лес и доехать до пилорамы. Только разве что Крас и Урал. Ну, также мы здесь встретим ГАЗ-130 в количестве четырех штук, помощью которых мы также воспользуемся, я думаю. Но, тем не менее, в чем уникальность и особенность этого прохождения? Проходиться, конечно же, все будет в режиме симулятора, так сказать, в режиме хардкора, да, в одиночном прохождении. Я собираюсь использовать две машины, груженные по четыре единицы леса, завершить эту главу. То бишь, я буду использовать Урал и Крас для того, чтобы отвезти бревна на пилораму. Машинки навряд ли поедут в сцепки, так как это практически невозможно сделать. Сами по себе они тоже стали значительно сложнее передвигаться по грязи. Но, тем не менее, от себя могу добавить следующее, что Крас, в отличие от Урала, претерпел, наверное, больше изменений и стал значительно хуже в игре. Это теперь не машина выбора. Это очень сложная машина. То бишь, преимущества у нее меньше гораздо перед Уралом, чем было раньше. Ну, в общем, обо всем по порядку, да, все мы это разберем непосредственно в прохождении. Так, давайте начнем. Поехали! Итак, друзья, начинаем. Стандартно это все будем делать, по крайней мере, в начале. Итак, передний выхлоп убираем, немомонные части, ставим увеличенные колеса, сцепочку и полуприцеп кругом. Это нужно для открытия гаража. Гараж мы открывать, естественно, будем. На лесоповал, скорее всего, будет сделана два захода, так как ограничен с одинарным заездом не получится, в виду отсутствует жигача. Машина сейчас вполне себе может получать урон. Страшно, пусть ничего нет. Мы едем в гараж. Мы его точно откроем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дальше создавал DimaTorzok. Так-то он несложный, но на скорости его особо-то и не пораживает. Да, мы стараемся выровнять машинку. Едем максимально быстро. Продолжение следует... Машинка прям взвеляет туда-сюда. Открываем давайте-ка гараж. Так, далее нам потребуется ремонтной части. Для того, чтобы отремонтировать зилы, не все, конечно, но один нам точно может пригодиться. Может и не один. Может быть даже дували. Так, ремонтируем этот. Ну, давайте еще вот этот. Правда, вот есть еще один такой хороший зил, который стоит там, где раньше находился МАС. Хороший, потому что у него там есть топливо дополнительное. Так, ну ладно. Нам нужно сейчас ехать обратно в гараж. Раз уж мы здесь с ремонтными частями, давайте еще и так отремонтируем. Теперь... Давайте чуть подальше проугадим. Нам понадобятся кистерна и тележка. Ну, как вы уже догадались, мы едем на заправку. Ф Priest Robеон Мы едем на заправку. Божьем ремонт. На заправку. дел% Как видите, появились пенечки, дающие нам проехать. Так, ну а теперь заливаем канистру вот этого, да, цистерну и телегу. Едем по обратку. Так, ну а теперь заливаем канистру. Теперь наша задача будет открыть красс. К сожалению, он достаточно далеко находится, но ничего не подпишем. Другому не так. Иначе придется очень много заходов делать. Можно было, в принципе, уралом. Но все это достаточно сложно было бы. И долго. Иначе. Иначе. И вот мы можем наблюдать уже сейчас, что грязи стало значительно больше. Раньше здесь вполне себе можно было проехать. Теперь же вот. Видите, да, что машина при попытке выйти на дорогу, а все равно довольно серьезно проваливается. Повышенная здесь ничего не значит. Лего тоже проваливается. Типа она какая-то тяжелая. Теперь пыры. Вот приходится вот так ползти. Можно было, конечно, пойти на зеленую зону, но там, я вас уверяю, все абсолютно то же самое. Вот я пытаюсь на повышенной заехать, но не получается мне это сделать. Видите, да, какие колеи ужаснейшие просто образуются. То бишь здесь можно только каким-то тихим сапом перемещаться. Можно было сразу свернуть, но от этого ничего бы не изменилось. Машина невероятно тяжелая и поэтому и так. Так, вот заезжать нам, кстати, там. Можно было заехать, попробовать не там, но я очень сомневаюсь, что вода нам позволит там заехать. Дело в том, что там довольно глубоко и придется идти вброд. Как бы мы этого поможет не хотели. Как бы мы этого поможет не хотели. Здесь, в принципе, можно было бы поверху проехать. Но не уверен я, что там мы не заехали. Вот здесь, смотрите-ка, много коммунений. Пусть лего. Поэтому, естественно, нам понадобится помощь. Гребетки. Абсолютно очевидно. Сейчас мы ей воспользуемся. Проект. Гребетки. Давайте, чтобы пободрее перемещаться, еще раз воспользуемся ребёнкой. Так, ну теперь настало время, во-первых, отремонтировать вот этот крас. Так, ну давайте его заправим. Так, топливная цистерна. Ну, не важно, что мы будем использовать, заправляем его полностью и ремонтируем. Вот видите, у него что-то урона из шести ста, то бишь он очень сильно повреждён был. Ну и себя также заправим и отремонтируем, да? Так, нет, вот, отремонтировать мы уже себя не сможем. Ну да ладно, нам его не требуется ремонт. Далее мы просто, наверное, на цепь рецепт и отправимся обратно в гараж. Аккуратно проедем. Так, мне там ключин оказался дифференциал, но... Дифференциал-то нам особо здесь был бы не нужен, да? Здесь вот нам надо проехать, может быть. Ну-кась, немножко притормозим. И там я тоже вижу вариацию, в общем-то, можно попытаться проехать. Достаточно густоватый лесок, но... проехать вроде как ездить, да? Ну да, правда там вот... Не факт, что повернём, но вообще должен быть. Да, есть у нас здесь сложности с поворотом, естественно. Потому что мы на полне таком находимся. Так, небольшая возвышенность. Так, далее мы проедем, наверное, где-то около... вот здесь. Ну, это для чего делают, друзья? для того, чтобы сохранить машинку, чтобы ей не плавать сейчас. Неплохо так проехали, на самом-то деле. Ну, тут можно, я думаю, перейти на повышенную. и слегка-то. Ну да, я думаю, вполне себе. Берёмся. Без особых, так сказать, проблем. Без особых, так сказать. Неплохоее... Ну да, я думаю, вот так... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот нам тут предлагают потратить горючее, но мы его уже, в общем-то, на себя потратили. Поедем с распуском. Так, ну в принципе, давайте сейчас пересядем на вот этот зил. Так, никак не могу его поймать. И дозаправим эту машину. Так, тележечка, смотрите, предлагает нам ремонт. И так же по топливу. Давайте, наверное, с тележки. Все, теперь нам надо доставить сюда же вот эту машину. Это наш краз. Он отремонтирован. В общем-то, заправлен по полной программе. Но у него есть такой косячок. То, что у него... Колеса плохие стоят. Резина такая, знаете, совсем не внедорожная. И двигаться мы, надеюсь, будем не очень хорошо. Несмотря на то, что даже идем к поражничку. Так, ну тут тоже нам придется спуститься в воду эту. Вот, смотрите, ка елочку сбили, а при этом саню урон не получили. Довольно любопытно, на самом деле. А, видите, да, что творит резина? Потому что мы не можем проехать. Это проблематично. Как раз таки вот из-за этого. Резина у него стоит не родная. Поэтому мы будем использовать единицу. Машина вязнет капитально. Ну, нам надо взять капитацию и лучше. Вот, а представьте, друзья, что было бы, если бы мы ехали по грязь. Эффект вообще болевой, да? Ну, тут пока что накатываем такую достаточно. Ну, тут пока что накатываем такую достаточно. Серьезную колею. Видно, да, что машина вообще с места даже тронуться не может. Это все и зарядили. Так, ну, похоже, нам придется все-таки через лес вот тут вот рулить. Такая, я не хотел бы этого. Но меня заставляет постоять. Попробуем развернуться, чтобы так проехать. Да, эта резина совершенно неприспособлена для грязи, да, вот эту вот. Ну, вообще, разработчик отмел всякую... Вообще, всякие попытки использования, так сказать. Ну, ладно, попробуем проехать, что ли, там, потому что, ну, здесь вообще, вообще никак. Будем объезжать тогда. Хорошая демонстрация шоссейной резины. Идет, так сказать, нулевых вообще каких-то подвижек. Даже пораженько машина не может проехать. Ну, вот опять. Подъезжаем. Камера тоже тупит. Так, ну-ка. Ну да, машинка зависает. Идет, так сказать, что... Совершенно дорога вниз. Так, ну здесь попробуем по бачку проехать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Я думаю, что ее также следует заправить... Так... Что за фигня... Не на то тыкнули... Вот здесь вот мы находимся... Всегда разработчик предусмотрел, чтобы машинка стояла на ручнике... Для чего совершенно не понятно... Так... Так... Сделаем дозаправку из-за тележки... У нас еще есть немного горючего в тележке... И... Ремонтные части также в тележке... А нет... Ремонтные части, кстати говоря, в тележке у нас... Полностью отсутствуют... Полностью отсутствуют, друзья... Да... Да... Поэтому мы сейчас... Отвезем... Зил... В гараж... Возможно... Нам там... Добавят... Эти самые... Ремонтные части... Они нам вполне себе могут пригодиться... Как и сам... Зил... Знаешь... ... Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, действительно, смотрите-ка, в нашей тележке появились 300 очков ремонта, замечательно, вернее 600 даже очков ремонта, великолепно, вот, горючего, конечно же, мы не добавили. Так, возвращаемся к нашей ведущей машинке, ну и на этом, я думаю, первую часть мы завершим. Во второй части мы поедем непосредственно на Лесповал, посмотрим, доедем мы или нет, и что там, собственно, будет, да, какой путь мы выберем, и как будут развиваться события. Всем пока-пока, увидимся.